всем привет с вами диктофон и сегодня мы поиграем в игру под названием блунс cd6 и в этой серии я хочу попробовать выполнить испытание зрителя как раз таки сейчас его вы увидите на экране а самого зрителя зовут шоте надо по крайней мере у него такой никнейм и суть самого испытания заключается в том что мы не надо пройти любую карту главное чтобы пройти 200 раунд типа нет каких-либо ограничений и это меня очень радует что вот единственное это главное вот постараться пройти этот 200 раунд а уже без разницы какими это будет обезьянами я даже посмотрел карту какую хочу попробовать так бревна говорят что бревна очень хорошая довольно таки карта я на ней очень редко играю в принципе но она сама по себе как мне кажется она очень длинная и что прям возможность пройти до 200 раунда очень велика с учетом того что как бы я и на более сложных картах мог пройти до 200 поэтому я смотреть первую очередь нам надо очень много денег и мне кажется тут довольно таки нормально мест для наших всяких фирм или сначала много сомневаться в одном моменте надо в любом случае посмотрим пока что одна обезьяна мне кажется справится ну здесь много пройдет то ладно я просто хочу сначала на бенджамина сразу накопить ну вот эти вот шары уже до должны пройти все страшного так 11 хп отнялось нам так вот как раз ставлю бенджамина не знаю куда его чистая что просто сделаю он вот этот пропал я аж испугалась пока то оставил все это и теперь надо обычно обезьянного и прокачали то и тяжело как ну как но сейчас должно быть намного лучше мне и радиус увеличиваясь как раз все я вообще сначала думал что надо будет поставить несколько банановых ферм потом поставить деревню чтобы она забрала все банановые фермы и потом опять поставить эти фермы что так лучше было но сейчас то как то смотрю и она этой карте то не очень удобно ставить много ферм чтобы рядом с ними деревню чтобы все она забрала хотя одно сейчас место мне так глаза мозолит и мне кажется она может подойти это вот где-то вот здесь вы знаете что здесь хотя бы ферму поставить здесь ферму поставить здесь я не знаю влезет ли ферма или нет и но здесь уже как раз таки где не деревню так получится что где-то всего три деревни ой при фермы но уже хоть что-то ведь как мне кажется сейчас наверно сразу же буду купить на эту банановую ферму к одет довольно таки всего вообще в порядке ну как мне кажется по крайней мере осложнений их не должно быть тем более у нас пока что всего десятый раунд на два часа там пойдет пирогом фляжа у нас как бы им проблем не должно быть а потом свинец вот свинцу нам надо будет подготовиться так вот слушайте ставится а тут к сожалению только одна да было бы здорово если две вообще можно было сюда впихнуть ну давайте сразу вот одну вот так поставлю в уже нам приносила первые плоды это ферма так еще нам за 650 будет прокачать и здесь наверное я буду еще стать бананова фермера у нас даже есть кстати один на удивление вообще уже не помню про них так давайте сразу так вот сделаю или как бы ладно вот здесь ставлю прям или как сложно ну как-нибудь вот так сделаю не должно быть это прям затруднительно в этом плане а а постепенно ты немного все-таки до проходит потом значит надо будет дальше прокачивать конечно у нас еще сейчас всего одна обезьяна это она как бы такая себе не очень сильная а тут шаров то много слушайте да сейчас нам прям сильно пробьют 1 сезду тогда нормально скопить вовсе теперь у нас не должно быть ближайшее время таких проблем в любом случае бенджамин потом нам восстановит эти хп он же потом вроде бы добавляет до 200 может вроде бы максимум что-то увеличить а я еще наверное буду ставить рынке а у меня благодаря знаниям рынке каждый раунд приносят по одному хп а если сделать центральный рынок то не приносит по 3 хп каждый раунд мне такое прям знание очень нравится но очень удобная очень полезная хотя вы знаете она может сказать полезно в начале игры когда еще нет ничего прям такого крутого и как бы жизни тебе очень важны потому что под конец вот знаете когда любой любой мак который пройдет тебе уже снесет 1000 хп и как бы эти рынки уже не очень уж и помогут так вот еще надо сделать связку бананов то что дорожать будет она чтобы дорожала кстати что это все заметил и надо точно ставить эту нашего мага чтобы он огнем стрелял может на следующем раунде уже пойдет свинец а тут я как раз все сделаю стену огненную тогда вообще проблем не будет так я надеюсь что это будет сразу на две линии идти то уж так будет очень здорово так теперь у нас у три таких первые есть вот кстати то есть вот здесь а потом целую деревню еще вот прошел пока что я наверное поставлю на рынок вот третий как идем то пока что здорово еще сейчас сразу же рынок фиолетовыми шарами у нас обязательно с дротиками должна справляться ой кстати надо будет могу прокачать чтобы он тоже видел камуфляж будем готовиться уже к нашему первому могу которую пойдет уже через шесть раундов совсем чуть осталось ну и на рынок мы уже накопили собственно все теперь англит камуфляж и будем смотреть куда в нам лучше поставить наш бомба метатель я бы знаете когда-нибудь вот сюда его поставил там посередине но вот другой стороны даже вот здесь вы знаете где-нибудь потому что у него ведь увеличивается радиус по прокачке и тут он прям будет хорошо много очень ли не задевать носить большой урон вот теперь вообще хорошо выйдет значит сороковой раунд нам уже не страшен метки стрелок все вкача ну и теперь можно опять идти на наши фирмы банановые плантации сейчас хочу на связок это мощь как по мне по крайней мере сейчас будем смотреть то есть что это 260 плюс 130 390 это где-то 406 долларов мы с нее будем получать в каждом раунде это это если я правильно посчитал а так как у нас уже три таких банановых плантации это уже минимум 1218 так теперь у нас деньгами все хорошо стало идти надо бы сразу же еще рынке поставить инвестируем наше будущее светлое будущее всем светлого будущего желаю все у нас будет хорошо сами по-другому и быть не может так еще один рынок есть обезьяны кротиками молодец хорошо настреливает и так тут нормально про много места мне так кажется для этих всех рынков будет нет то я буду надеяться что напишите потом в комментариях если что мешает ли вам смотреть вот когда вы видите а типа плюс 20 плюс 20 плюс 20 потому что я в принципе на это внимание не обращаю но вдруг если вот таких вот прям очень много поставить рынков то вам неудобно на это смотреть буду как-нибудь решать эту проблему может по-другому буду делать у меня в принципе знания докачены до у меня есть две книжки я могу там что-то вкачать инвестиции в банке как то есть на денежные а денежные вклады говорят что они типа самые полезные даже считаются это вот посмотрим может быть я вообще перейду на банки будут только их и ставить один рынок сейчас наверно надо банановую исследовательскую лабораторию нам ставить в любом случае денег у нас сейчас идет очень даже неплохо сколько штутка муфляжа 1 у нас и маг и я взял с дротиками справляется с ним в этом плане прям здорово все уже накопили даже скиллы конечно мы используем давайте 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 чуть-чуть осталось вам сейчас теперь есть первая лаборатория она приносите смотрите прям намного больше денег то даже вот это не пойдет я бы еще на всякий случай здесь завод поставил это обезьяна я вкачал до мастера арбалета просто у меня есть такая теория недавно играл с парагонами и я думал знаете что степень парагона выше когда ты как бы больше ставишь прокачанных обезьян ну похоже это не так работает потому что я создал парагона из трех обезьян с бумерангами и причем их было только 3 я не ставил дополнительно никакие а степень парагона было аж 73 то есть это как бы очень большая степень и мне так кажется что она так увеличилась именно потому что у одной из этих обезьян было больше двух миллионов урона то есть чем больше урона у обезьяна тем больше в принципе парагон может быть я что-то мы даже можем наверное это попробовать в этом видео точнее узнать давайте вот сейчас тут вот на них еще вкачаем тоже помню очень хотя не подозрить давать немного а те наши фирма прокачаем потому что про них там вообще не надо забывать в любом случае мы сейчас очень сильны и ближайшие раунды на наверное чего-то бояться вообще не надо так три лаборатории уже есть а мне интересно а вот наша деревня сможет забрать себе банановый централ сможет тут прикольно так центральный рынок один есть это как раз я тут поставила взял с дротиками и она будет неплохо так урона набирать то есть уже 60 тысяч и это прям неплохо и потом прокачаем пробуем парагона сделать и посмотрим действительно ли увеличивать хотя вы знаете с другой стороны и не очень люблю парагона из обезьян с дротиками мне просто не нравится как там такая анимация сильная что весь экран забивается этими шипами не очень-то глазу приятно от этого а вам на видео наверное это еще будет тяжелее все смотреть поэтому посмотрим в любом случае я бы поставил эту взял двумерангом и она наверное опять тоже будет копить себе урон много наносить то может быть даже на доминирование мало прокачаем и как раз таки сделаем парагона из обезьян с бумерангами хоть это и дорого но чем бы нет принципе мы сейчас так скачиваем все наши рынки что недолго будем купить наверное все это еще хп кстати 362 уже у нас сбор приносит по 2 доллара за каждый шар а это будет очень полезно чем больше денег тем лучше местами тут поставил бенджами на чтобы как раз таки только и делали что зарабатывали на самом деле сколько я не замечал последнее время я так прям устремился в этой игре зарабатывать деньги что мне кажется это вот вообще это уже зависимость какая-то что и без этого не могу так и чай тут оставить смогу на блин в смог так сразу вот рынок такой центральный и здесь сразу центральный а у нас все остальное тоже уже центральная здесь не очень удобно кстати тут не помещаются вообще тем могли бы попробовать сделать чтобы это так чаще вы здесь поставим ваш на центральной рынке и будем уже постепенно наверное это ставить деревню чтобы съела другие банановые фирмы что 5 все было хорошо помню уйти по ее и сколько денег чтобы так но нам полностью вот так вот на момент вот единственное что не знаю 108 тысячи тысяч копить нет он давать так лучше сделаем вот влезла где два влезла еще теперь у нас вообще с деньгами не должно быть каких-либо проблем по крайней мере я на это надеюсь посмотрите у нас всего четыре прокачанных обезьян и то я не сказал что обезьянный маг у нас довольно таки прокачанных у меня самые базовые такие скиллы а идем пока что прям очень хорошо тут скал пляжем но проблема иногда возникает обезьянный уолл стрит сити обезьян торговцев приносит колоссальную группу за кальдера тоже кстати очень полезно это улучшение вот не знают устраивать ли нам вот здесь тоже все теми фирмами как по мне у нас их так пока нормально раз два три четыре у пять шесть семь восемь девять десять один 12 13 еще настолько 13 рынков и еще три исследовательские лаборатории продолжаем конечно же мы только начинаем мы только 80 раунд прошли нам еще как бы до 200 выйти я как раз поставил это вот один с двум рангом в самом начале чтобы она сейчас набирала большое количество урона как мне кажется это прям будет здорово так вот давайте тут сразу же эти вечные шипы сделаем чтобы у нас защита была такая вот хорошая теперь точно будет каждый раз давать бесплатно обезьяна неплохо так то я знаю что как мы можем еще больше денег зарабатывать вот тут бонус 10 это я сама на низ прокачаем я как раз кстати хочу сейчас поставить и качайте вниз так тут четыре да блин или три я хочу четыре у меня есть ювелирная работа идем мою вот так еще пожалуйста понятно похоже четвертого нам прям не хотят выдавать не ну я дожди подождите я тогда все сначала продам так вот вот так вот так и опять четвертый не ставится о только что был все есть ну мы 300 тысяч накопили за все это время так давайте вот так вот сделаем ого а я не знаю что этот бонус дает x10 то есть мы теперь еще и больше денег будем от всего этого получать если да то я не против можем еще кстати вот здесь вот так сделать о а здесь мы тоже к счастью прошли то есть у нас теперь тут будет еще больше денег получать от всех этих обезьян и пока идем прям вообще нормально 380 тысяч так давайте сразу понадобить централ сделаем обезьян и чтобы уж сразу же максимум получать так 420 тысяч от этой обезьяны а ты кстати уже 480 тысяч набрала я так думаю что я так думаю что я только что конечно прокачал это но я заменю и сделаю вот так 2 на этого и вот так вот полностью сделаю чтобы у нас эти обезьяны могли пробовать все типы шаров ну причем вот этот навык будет очень сильно усиливать все типы обезьян неплохо кстати уже 11 тысяч принесло это 55 тысяч обезьян деревни сколько 223 тысячи я уже все уговорить разучился это банановая фирма 57 тысяч ну неплохо она сейчас будет только догонять потому что мы же ее довольно таки поздно поставили по сравнению со всеми другими а насчет обезьяны ну вот как бы парагона обезьяны с бумерангами я пока не буду торопиться то есть у нас конечно деньги копятся уже очень много денег мы накопили но в любом случае я хочу чтобы знаете он набрал побольше урона и как раз проверить нашу теорию ну по крайней мере мою теорию значит вот я не знаю давайте тут сразу же мы еще двух поставим на другие прокачки чтобы они тоже наносили урона чем больше урона будет тем лучше так вот все ну посмотрите как тут урон хорошо идет вот этот обезьянный прям классно так 69 тысяч один миллион нам кстати уже все на прогонах хватает так сотый раунд так давайте тут ускорим вот это сделаем ну максимально быстро уничтожили ну максимально быстро уничтожили продолжаем нам еще сто раундов впереди сто раундов вообще тут пробовать и пробовать всего сто пятнадцать тысяч уже только что ведь было пятьдесят тысяч а то только что было тоже пятьдесят тысяч сейчас уже девяносчетыре офигеть понятно тут вообще почти на сто тысяч увеличилось не ну это здорово это меня радует а еще радует что очень много сейчас урон наносят эти обезьян с гумерангами может быть у нас будет так очень сильный порогой так как они сразу встроены три часа единственное что я так думаю нам надо бы это еще какие-нибудь обезьян попрокачивать вот я бы еще тут хотел стать алхимика на вечный отвар чтобы он вот так вот улучшал а здесь можно будет поставить алхимика полностью на низ чтобы он тут всех превращал это как дополнительная была уже урон если не если все пройдет сверху ого тут как бумеранги летают прикольно а то вообще заметил так чтобы вот здесь на всякий случай можем стать супер обезьяну я бы обращал и так наверх и вот так сделал почему бы нет можем себе позволить значит столько денег что вообще я нам только будут завидовать этого количества вот это обезьян с бумерангами уже четыреста тысяч нанесла так это тоже почти четыреста тысяч а это уже миллион четыреста тысяч с потом посмотрим может быть потом вот правда просто создадим и у них будет очень большой степень прогона у меня максимум правда было до этого на видео где-то 40 что ли или 50 а тут я вчера просто создал у меня было 73 для меня это было прям большой неожиданностью но если у нас сегодня получится набрать больше я буду только рад так давайте тут еще ловушку поставим так и вот так еще хочу сделать говорят что под алхимиком очень хороша обезьяна ниндзя вкачана полностью наверх она под бафом конечно под теми бафами вот здесь ты должен поставить и сейчас вкачаем ее полностью наверх блин а у нее радиус тут большой ну ладно ничего страшного будет урона набирать я просто хотел ставить подальше чтобы у нас эти обезьяны как можно больше урона наносили так и как у тебя обезьян ниндзя ну это посмотрим может быть со временем она больше раскроется в любом случае мы ее только поставили и тут она на самом клочке стреляет и нормально причем что очень даже меня радует а вы понимаете я так сейчас понял что я играю без ускорения а давно я играю без ускорения так так тут еще вот это все скиллы тут пока по юзе здесь можно прокачать кстати пока что я не хочу в принципе тьму и прокачивать чтобы знаете у нас здесь весь экран я был захламлен эти мабы мне кажется мы и без них пока живем спокойно и хорошо можно для дополнительного урона нужно полностью прокачать наверх чтобы у нас все в этих шипах было друида и все сделала вот так вот просто посмотрим он же будет еще приносить дополнительные деньги хотя мне то кажется мы уже в них не нуждаемся особо так не здесь еще вы знаете вот так вот поставил вот так вот сделать и теперь будем просто ждать несколько раундов у нас как можно больше нанесли урона наши эти взяли с двумя рангами а по урону то они уже действительно очень хорошо идут идут все очень много вышло то есть у них на троих уже 4 миллиона обезьян ниндзя кстати 122 тысячи тоже неплохо алхимик немного обезьян амаз то есть даже несмотря на то что она не прокачена очень хорошо идет обезьян с дротиками очень классная ну друид неплохо денег принес молодец так даже тут усиливаем так делаем как мы быстро фиолетовый ему лабу пробиваем это прям радует ну конечно чем дальше тем сложнее будет потому что несмотря на то что как бы они так же останутся фиолетовыми они так же останутся фиолетовыми у них прям молодец сейчас и вот это хоть мы ее кстати раньше всех поставили но личный заряд догоняет практически миллион накопили а а тут я так на самом деле классно этот завод поставил посмотрите сколько мест для него он тут все на раскидывал так так и я думаю что действительно где нибудь на 130 раунде я поставлю парагона и уже будем смотреть главное что ставить наверное буду именно на вот этом так как он больше всех урона нанес вот проверим действительно все ли так будет а с деньгами действительно не очень все радует может быть я даже потом продам уже эти рынки чтобы знаете они так глаза не мозолили с деньгами я ставлю вот эти вот три плюсом вот эту деревню мне кажется они вполне себе будет их достаточно таки вот это банановая ферма она отставала от этой а сейчас уже обгонять в два раза то есть объеме уолд стрит это очень полезное улучшение как-никак так объем с двумерангами миллион это нанесла уже это уже 2 миллиона 250 тысяч а это пробежаться к 3 миллионам и но мы этому только рада чем бы нет вот знаете как бы уже хочется поставить парагон а с другой стороны хочется еще подождать может быть еще больше урона воин может быть она еще остальная будет так но в любом случае посмотрим у нас тут уже больше 50 бесплатных объединок кстати прям очень много так 3 миллиона уже урона но здесь два с половиной миллиона то есть уже пять пятьсот и тут ну шесть семьсот восемьсот ну где-то да уже семь миллионов урона есть и что я вам предлагаю попробовать создать этого нашего парагона посмотреть что он у себя будет позволять блин ему как-то не хочется вот знаете вот с одной стороны вот ну пора уже ну вот все ну ставь а с другой стороны может еще подождать может он еще сильнее станет давайте дождемся когда вот здесь три миллиона урона будет вот тогда посмотрим тяну вот до последнего вот знаете так это будет уже скоро как по мне то есть как он стреляет очень даже хорошо тут уже посредине сто тысяч курсор бы найти так то есть тут почти сто тридцать тысяч тут три миллиона четыреста тысяч практически так обязательно с дротиками здесь очень много дамажит друид кстати тоже очень силен так используем тут все скиллы и что тут у нас почти три пятьсот вот тут все тут три миллиона и тут один миллион триста тысяч в общей сложности сейчас тут три с половиной миллиона шесть 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 шестьсот ну и и где-то семь девятьсот давайте создаем и проверяем сорок восемь что там что там я не гадую какое-то разочарование знаете ли я немного не понимаю как это работает ну ну ладно будем знать так давайте все продаете рынки у нас сейчас денег столько сколько вот вообще с ума сойти можно к тому же я не все рынки продам точнее как я рынки то я как раз таки продам ой 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 дайте вас продать нормально здесь я оставил этот волл стрит и вот эти три таких рынка вместе с деревнями мне кажется нам от них уже и так будет очень много денег тут посмотрите как карта разгрузилась вот намного легче стало смотреть так зато обезьян с бумерангами вы посмотрите как сейчас все у нее хорошо раз два три четыре то есть она уже почти 6 миллионов урона нанесла это жестко а обезьяна ниндзя так-то полмиллиона так а тут у нас укрепленный здесь ну мы с ним должны справиться с ним должно возникать каких-то проблем ну по крайней мере я на это надеюсь а это я ведь даже без использования скилла еще все делаю так все здорово так теперь можно кстати точно вот эту штуку еще поставить что ты про нее совсем забыл хотя она же тоже очень полезная и сейчас будет очень много урона наносить так так чтобы еще сделать знаете вот так вот чтобы бафы все использовать так вот сюда прокачаем потом эту вот полностью вот так вот как-нибудь прокачаем эту тоже вот так вот вкачаем чтобы урона было у нас как можно больше и в принципе они на экране сильно так не выделяются то то же самое обезьяна ас но и обезьяна ас кстати по урон то очень сильна так 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 говорить вам мини-отчеты, как у нас все пока что проходит, потому что после 160 раунда они начинают длиться очень долго. Они уже, в принципе, как вы можете заметить, стали идти дольше, гораздо дольше, чем было у нас в самом начале. Сейчас еще поставим вам супер-очень ледяную обезьяну, чтобы она замораживала. Сможем вот так вот сделать то, чтобы мало шла. Здесь вот так сделаем. Жесть у нас тут пиво, конечно. Вот эта вот ледяная обезьяна, которую на низ вкачиваешь, она, как по мне, она очень классная, она очень хорошо урон наносит. Здесь бы я прокачал вот так. О, что, попадет? Да, попалось. Здесь можно вот так вот полностью вкачать. Вот у нас тут будет два еще клеймечка. В принципе, будет их достаточно, наверное. Ладно, что они довольно-таки быстро стреляют. И несмотря на то, что мы продали почти все свои рынки, без денег у нас проблем нет. Только вот хп теперь уже не так быстро дается, но у нас 1669 хп. И не интересно, обезьяны с Уолл-Стрит. Вот это вот, точнее, обезьяний Уолл-Стрит. Добавляет ли он хп? Кошь добавляет. Ну, я так не понял, он добавил, что ли, одно хп всего? Если да, то это очень мало. Так как даже центральный рынок 3 добавляет, а это же еще куча. Так 4 раза дороже центрального рынка. Сейчас буду следить за ним и проверять. Действительно ли это так все работает? Ну, давайте же, Раун, заканчивается. Ну, слушайте, да. Обезьяний Уолл-Стрит дал всего одно хп. Ну, очень странно, но чем богаты, тем рады, как говорится. Обезьян с бумерангом наш парагон уже 12,5 миллиона урона нанес. Ему прям хорошо. Так если вот так все скилл использовать, то будет вообще все здорово. Вот эти у нас уже обезьяны, они, знаете, как на подстраховки идут. Максимальный такой. Можем попробовать сделать супер-обезьяну вообще. Только вот, блин, жалко, что она тут в радиус так попадает. А, мы же ее можем поменять, это точно. Видите, вот ее тут с самое начало откинем. И вот так вот полностью ее вкачивать. И может попробуем даже что-нибудь сделать из нее классное. Я не знаю, я тут делаю просто проверку лайфхаков. Так. Или я чуть не тут сделал. Ну ладно, так, подождите. Вот эту полостью... Да нет. Сейчас. Пока я все равно в ожидании, нам тут делать нечего. Можно поэкспериментировать. Создаем так, делаем. Там нам надо военных. Какую-нибудь военную ставить обезьяну, чтобы в радиусе была. А в какой у нее радиус-то вообще? Радиус у нее очень маленький. Следовательно, какую-нибудь вот такую вот. А какой мы тут можем ей прокачать? Вот. Понятно. Я думал, можем открыть. Вы понимаете, это единственная прокачка обезьяны, которая у меня не открыта. Удивительно. Так. Потом полностью вот так вот делаем. Попадает. Ну блин, очень плохо. Ну, попадает крути. Как бы нам тут тулить все. Какие же у нас проблемы тут происходят? Я в шоке. 120 тысяч стоит. Так, ну давайте. Так вот сделаем. Понятно, он его не забрал. Ну, кстати, по радиусу он увеличился. Может быть, на будущее. На вырост, как говорится. Кто так говорит, не знаю. Я так скажу. Так, вот здесь вот на два. Тише, тут у меня сложности с ноги происходят. Я в шоке. Так, вот еще. А нам бы теперь военных тут поставить. Военных вроде должны в радиус попадать. Надеюсь на все это, по крайней мере. Или какая тут больше всего стоит? Верхняя. Катя Верхняя. А здесь? Тоже Верхняя. Обязательно Катя Верхняя. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Я не знаю. У нас вроде бы еще какое-то судно, наверное, должен захватиться. Эх, не получилось черного создать. Истинного, мстительного бога солнца. Ну да ладно. И этого будет достаточно. Ну, в принципе, вы посмотрите сейчас, как. Он еще будет тоже дополнительный урон наносить большой. Если что. Сейчас, сам себя осуждаю за такие слова. Черный, это просто его цвет был. Ничего плохого я не хотел сказать. Оскорбительного уж точно. Но в любом случае, мы очень много денег отдали. Видите, он типа забрал все. А, он нам еще сейчас деньги будет давать, потому что он судно это съел. Понятно. Надо бы собирать, если что. Ну, неплохо так, так по 5 тысяч дает. И теперь, чтобы, чтобы. Я бы хотел поставить хотя бы тут деревню. Чтобы она могла все видеть. Так. И еще. Что еще хотел? Сложно. Или все? Или не все? А, вот что я хотел. Радиус. То есть, он хотел бы так будет теперь захватывать большую часть карты. Ну, как большую часть. Ну, одну четвертую. А, не туда такое. Ну, одну третью. И поэтому все будет хорошо. Тем временем у нас 158-ой раунд, кстати. В самом начале вы посмотрите, какое миссиво у нас тут творится. Обязан с бумерангом 20 миллионов пули нанесла урона. Веденная взяла на 500 тысяч. Клеймечек не так много нанес. Ну, хотя бы замедляет. Здесь клеймечек 200 тысяч. Как у нас тут со снайперами дела? 320 тысяч, кстати. А, это почти миллион нанес. Он что, день? А, это с коробок. Ну, это 183 миллиона. Я не знаю, вот почему. Вот, знаете, мне всегда говорили, что прокачка посередине, она такая плохая, она такая плохая. А вот если вот сейчас вот смотреть, мне кажется, прокачка посередине самая крутая. Вот, посмотри, какая разница. Один миллион урона. Это прям очень здорово, как бы. Три раза лучше, чем на втором месте по прокачке. Так, суперобязанга тоже хорошего урона наносит. Она мало того, что стреляет. О, как она вообще... Значит, тут на всю карту что будет. Ужас. Такое у меня жизнь не готовила. Нормально. Прям вот для подстраховки прям все хорошо. Чувствую, вот знаете, если даже я больше ничего не поставлю... Она съела обезьяния Уолл-Стрит. До меня только сейчас это дошло. Как так-то? А что? А я что-то думаю? Кого-то у нас нет. А нас Уолл-Стрит съели. Обезьянная инженера, кстати, почти миллион унесла. Урона. Как его жалко. Это для него Уолл-Стрит. Так. Ну, сейчас тут будет 161 раунд. И будем уже смотреть, что у нас будет дальше. Собственно, оставить последние 40 раундов. И посмотрим. Как будем жить. А жить мы должны. Все в порядке. У нас нет никаких проблем на данный момент. Если что, я, может быть, даже потом еще одного прогуна поставлю. Хотя, наверное, мы с этим пока нормально. А что это значит? Просто типа ты левша или правша? По-моему, разница нет. Так странно. Почему именно у него есть эта функция? Но будем смотреть, что у нас будет дальше. Показываю вам промежуточные итоги. Мы дошли уже до 170 раунда. И пока что дела у нас обстоят прям отлично. Тот же сам у нас прогон уже нанес. 35 миллионов урона, что очень даже много. Этот снайпер, они пристают меня удивлять, уже больше, чем полутора миллиона урона. То есть мне он реально очень нравится. Очень крутой. Обезьяна Аз очень много урона нанесла. 14 миллионов урона. Также суперобезьяна очень молодец. Вроде будет тут 4 миллиона урона. Прям круто. Несмотря на то, что она как бы далеко стоит, но она очень хорошо помогает. Эта суперобезьяна тоже неплохо идет. Обезьяна-инженер почти миллион. Я подумал, что почти 10 миллионов. Но что вот я вам точно хочу показать, так это та обезьяна, вы знаете, которая как бы дешевая. Не сравнится она по цене с какими-либо парагонами или тоже суперобезьяной. Вот такой, например. При этом на экране ее практически не видно и она никак и не мешает игре спокойной. И это наш алхимик. Вы посмотрите, я его недавно только поставил, а уже почти 33 миллиона урона. Вообще ничего не мешает наносить такие огромные единицы урона. Я просто дру, и мне это безумно нравится. меня безумно удивляет, как это вообще работает. Что такими темпами мне кажется он сможет и самого парагона погнать. То есть вот у него сейчас 32 миллиона урона. Ну практически 33. Ну вот уже в принципе действительно правда практически. Единственное, что мне интересно, может ли он сразу же поглотить эти фиолетовые мамы. Ну вот, кстати, все 33 миллиона урона. Почти 34 уже сразу же. Офигеть. То это только что было. Уже 34. И это вот растет с каждым раундом все больше и больше. Поэтому будем смотреть дальше, как у нас будут обстоть дела с этим алхимиком. Мне очень интересно. Раунд позади и нас остается всего 10 раундов, чтобы добраться до 200. И как раз таки это будет означать наш челлендж будет выполнен. Я все, у меня уже слова полетели. Потому что я тут следил за невероятной битвой. Я даже специально знаете, вот отключил автостар, чтобы у вас так все экраны не мерцало. А сама битва заключается в том, что посмотрите какой урон у нашего парагона. Почти 79 миллионов урона. у нашего алхимика 76 миллионов. Практически 77 миллионов урона. То есть он постепенно как-то набирался. В последние раунды я вообще смотрел, там была разница 10 миллионов и он резко ее решил сократить. Причем очень сильно. И он продолжает идти по своим темпам. Даже будет интересно узнать, сможет ли он обогнать или нет. Также я поставил поприколы пликометы. В принципе неплохо урон наносят. Поставил кстати братькомет. Не зря. Он очень хорошо идет по урону. Недавно его совсем поставил. Обязяна Аз уже 27 миллионов. Это очень огромные у них у всех числа конечно. Даже будет интересно сколько у нас в конце будет написано сколько он пробили шаров. А так наверное будем продолжать смотреть что да как у нас будет получаться. 99 подошел к концу и сейчас будет самый главный момент этого видео. Пройдем ли мы или нет. Перед этим посмотрим наш отсчет. Дрочкомет уже 16 миллионов пробитий. Это очень круто. Обязяна Аз 36 миллионов. Супр Обязян 23 миллиона. Это Супр Обязяна 4 с половиной миллиона. Так тут что у нас ну Ледяная Обязян 3 миллиона это здорово. Здесь почти 4 миллиона. Наш парагон почти 108 миллиона. А алхимик 11 11 то есть вы понимаете на этого алхимика мы потратили 50 тысяч а на этого парагона мы потратили 1600 а по итогу то алхимик покруче будет. Но я все равно считаю что как бы это Обязян с бумерангом тоже очень полезно и очень нужна по крайней мере я не думаю что все вот все шары алхимик бы сам смог пробить. То есть все равно у него была помощь и вот это он именно добивал. Но посмотрите все равно какой урон 117 миллионов а тут 107 так все давайте начинаем наш 200 раунд так сразу все скиллы все скиллы все скиллы так я даже вот сниму здесь ничего не видно абсолютно так но но моему щит по-моему уже очень хорошо пробили а мне один я постоянно забываю сколько и что вообще должно произойти тут их еще и так много вот от этого я уже начинаю нервничать потому что первый ну точнее вот второй мап он вообще сейчас его только сейчас немного пробило так вот используем все скиллы так с одним исправились что же будет со вторым так так давай не стяжайте ну пожалуйста у него кстати уже ну совсем немного хп как мне кажется все ну хватит те уже прошли это было очень сложно на самом деле прям вообще и несмотря на то что у нас как бы столько всего стоит и может быть я с другой стороны их не очень правильно ставлю может быть если было по другому было бы намного лучше ну да ладно сейчас я наверное продолжу я хочу в принципе кстати немного друйтов поставить смотрю что такое место красивое и посмотреть сколько тут их вообще в месяц а в месяц их похоже очень мало здесь понятно я думал что что-то побольше тут хотя бы будет а тут вообще всего их три так ладно вот у этого много бафов или какой лучше ладно лучше хотя бы который забав вот так полностью вкачаем этих вот так вот уже и будем смотреть что у нас дальше будет получаться потом я наверное к вам вернусь уже когда будет близок наш конец игровой конечно же другому вообще бессмертные так блин а всего два почему не видит ладно давайте начинаем на самом деле случилось невероятное я думал что не дождусь этого 220 раунд это был наш последний могу вам сказать одно что алхимик у нас на первом месте это 208 миллионов урона вы не поверите это так много при этом кстати тот парагон который у нас с это с бумерангами обезьяна она нанесла 170 миллионов урона то есть уже наш алхимик отошел на 40 миллионов отрыв это очень большой башна размещена 86 а шаров пробита 616 миллионов с ума сойти я не верю в такую сумму она очень большая получено денег 6 половиной миллионов этих долларов это тоже невероятные деньги с учетом того что у меня даже 2 миллиона накоплено я их не тратил просто пробита моап 43642 использована сил 1 это как раз таки этот фермер и использована способности 446 это очень здорово это мой максимум мне кажется я никогда так далеко не проходил это очень тяжело особенно знаете под конец экран ну и фпс очень сильно проседает и экран полностью весь в этих бликах и это просто даже тяжело смотреть то я надеюсь что они как нибудь оптимизируют или вот что-то сделают добавят героев чтобы мы могли не полностью забивать карту всякими героями а поставить таких самых крутых самых дорогих вот как раз таки этих парагонов и жить намного дольше потом посмотрим а так на этом я наверное буду заканчивать серию я надеюсь оно вам понравилось если что-то можете предлагать свои испытания в комментариях когда-нибудь я постараюсь их выполнить обязательно а на этом будет все с вами был Диктофон подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи и всем пока